белым грунтом загрунтованы изнутри вот эти вот перегородки которые вынимаются то есть это может быть шкатулка обычная шкатулка как бы с перегородка точно также белым грунтом я покрыла изнутри крышку и поверхность как на которую буду приклеивать рисунок данный момент я вот этой самой разведенной жижей то есть грунтом с водой просто натираю во рта своей крышки от шкатулки да получилась такая тоненькая краска маринка мне нужно в данном варианте только боковинки отработать и вот получается вот такая вот как бы рамочка черный цвет не нужен для грунта этим же самым грунтом я вот так вот поролоном просто втираю фанерную поверхность черную краску смотрите никаких кисточек никаких красок черных покупать не нужно осмотреть их а какой хороший черный цвет получается так мне как при нравиться в камере вот сейчас в свету видно насколько получается поверхность ровный вот этого и можно добиться как раз вот этим вот втиранием влажной краски получается краска маринка если у вас нет кусочка поролона то вы можете наносить и кисточкой но разбавьте хорошенько краску да нам нужно сделать так чтобы древесина просто впитывала в себя вот эту влажную среду донышко мы тоже сразу же отрабатываем вообще это самый простой вариант окрашивание тонирования какого-то изделия во-первых не всегда есть качественная краска которой вы сможете сделать изделие ровным и качественным во-вторых обратите внимание что например у меня крышка она как бы надевается сверху на шкатулку то есть есть вот такие вот бортики проблема в чем проблема в том что толщина красочного слоя может не дать этой крышке закрыться а здесь слой достаточно тонкий он просто тонирует поверхность поэтому никаких никакой толщины краски не будет мешать закрываться магии шкатулки это кстати очень актуально потому что ну да шкатулку вы делаете не для того чтобы она стояла в открытом виде а для того чтобы все-таки спрятать в ней какие-то нужные ну или не очень нужные вещицы я подсушила и у меня есть мы уже практически подсохшие крышка что мне нужно сделать мне нужно взять наждачную бумагу естественно мы стираем поверхность мы по всем краешкам и стираем получаем очень симпатичные потертости покажу я вам как будет выглядеть поверхность поверхность будет вот такой вот симпатичный нам нужна не только такая симпатичная поверхность но и идеальная гладкая поверхность для этого мы ее наждачкой и стираем ошкуриваем все остальное я взяла просто белую краску да у меня вот полки показалась красочка совершенно не важно использую абсолютно любые краски мне нужен кусочек правого нарежу я хозяйственные губки на такие кусочки очень удобно ими работать обмакнула в краску подсушила да чтобы у меня прям краска не пузырилась чтобы ее было не очень много на поролоне и вот таким вот образом я пробиваю трафаретом свою снежинку причем обращу ваше внимание что мне не нужен какой-то прям плотный плотный слой этой самой краски поэтому я могу прям вот такими вот втирающими даже движениями наносить да мне нужны скорее даже такие полупрозрачные снежинки они будут смотреться интересно смотрите вот такая вот нежность да получается на донышке моей шкатулки а с краешку я могу сделать еще и вот такую вот снежинку опять же вот такими втирающими движениями чуть-чуть подсушенным поролоном смотрите какая прелесть кусочек снежинки могу выпустить из-за угла необязательно эта снежинка должна находиться на всей поверхности потому что поверхность неоднородная да не нужно никакой здесь цикличности снежинки падают с неба так как им хочется поэтому вот и не такие вот графичные интересные вещи если на поролоне будет очень много краски то у вас будут не четкие снежинки трафаретные будут расплывчатые это не очень хорошо не надо такого делать нужно очень хорошо вытереть поролон по бумагу и смотрите вот такая вот красивая поверхность и они такие как заледеневшие получаются теперь покрываю донышко и бока акриловым лаком это сделать нужно обязательно во-первых мы наносили тонкий красочный слой и получилась шкатулочка блеклая да такая невыразительная после того как я нанесу хороший тонкий слой лака рисунок станет более выразительный шкатулочка будет смотреться более нарядной повторюсь обязательно смотрите как я разношу лак он у меня нанесен тонким тонким слоем да обращу ваше внимание тонким тонким слоем но цвет смотрите насколько поменялся да вот здесь они такие серенькие а здесь цвет уже такой яркий и интересный я ну меня на нет Продолжение следует...